Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые участники нашего сегодняшнего вебинара! Я рад вас приветствовать в вебинаре! Сегодня наш вебинар проведет редактор компании Директ Медиа Наталья Башкова. Но прежде чем предоставить ей слово, я хотел бы прокомментировать несколько ссылок, которые я дал в самом начале нашего сегодняшнего чата. Первая ссылка ведет на нашу главную страницу нашего сайта, она же является расписанием. В этом расписании вы можете зарегистрироваться на все мероприятия, которые пройдут в течение нашего учебного года. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, и я настоятельно рекомендую тем, кто не зарегистрировался, не подписался на наш канал, сделать это, потому что все записи наших вебинаров на нашем канале выкладываются в течение примерно 3-4 дней. Далее, третья ссылка ведет на нашу страницу с онлайн-курсами, и те из вас, кто хочет дистанционно поучиться по одной из предложенных семи тем, могут это сделать, обратившись к нам с любой страницы лендинга. Ну и, наконец, последняя ссылка, четвертая, она ведет на страничку выдачи сертификатов, и на этой страничке сразу же после окончания нашего сегодняшнего вебинара можно будет заказать себе, приобрести сертификат о прохождении сегодняшнего нашего вебинара. Как всегда, я хотел бы дать также анонс трех предстоящих мероприятий. Вот я сейчас даю вам в... Так, прошу прощения, это немножко не то. Сейчас я сделаю в более правильном виде то же самое. Три наших вебинара, которые состоятся, один из них завтра и два остальных на следующей неделе. Вот они. Завтра я проведу вебинар под названием «Попури бесплатных инструментов для разработки учебного контента». Это часть вторая, такого мини-трека, которая первая часть состоялась во вторник, а вот сейчас состоится вторая часть этого вебинара. 22 октября, в понедельник, Валерий Платонов, один из руководителей совершенно замечательного мероприятия, которое проходит раз в год и которое называется «Эд Кранч», конференции, наверное, ведущей конференции по онлайн-обучению, предложит нам тему вебинара, который называется «Зачем нужны конкурсы Эд Кранч Авард?» и перспективы их использования, их развития. Валерий вообще очень интересный человек, поэтому я всем предлагаю прийти на его вебинар, это будет интересно. И, наконец, во вторник, 23 октября, наша постоянная ведущая Марина Пивень проведет свой второй вебинар на тему искусствоведения и истории искусства. Будет он называться «Время титанов. Рафаэль. Мастер синтеза и гармонии». Ну и, наконец, последнее, что я хотел бы вам сказать, это то, что у нас вчера по болезни нашего спикера не состоялся вебинар «Марины Орешко». Вот кто хочет на него попасть, вот ссылка, это та же самая ссылка, которая была, просто вебинар перенесен на следующую среду, то есть на 24 число. Прошу прощения, в 15 часов, то есть ровно через неделю после назначенного срока мы его перенесли. Он все-таки состоится, и я прошу вас всех прийти. Если вы уже зарегистрированы на него, то повторно регистрироваться не надо. Если хотите попасть впервые, то вот, пожалуйста, эта ссылка, она будет рабочей. Итак, я вводную часть свою заканчиваю и передаю свое слово Наталье Валентиновне для проведения сегодняшнего вебинара. Наталья, прошу на связь. Уважаемые коллеги, очень приятно видеть вас участниками нашего очередного вебинара. Тема нашей сегодняшней беседы посвящена новым возможностям электронно-библиотечной системы «Библиошкола». «Библиошкола» разработана и поддерживается нашим издательством «Директ-медиа». «Библиошкола» – это инновационный образовательный ресурс, предоставляющий доступ к методической, учебной и познавательной литературе в режиме онлайн-чтения. Хочу обратить ваше внимание, что библиотека работает именно в этом режиме чтения. При этом вы можете делать свои конспекты, точнее делать, выписывать цитаты, скачивать какие-то небольшие кусочки книги, не более 10%. Но главный наш режим работы – это онлайн-чтение. Если же вас заинтересовала какая-то книга, и вы бы хотели ее приобрести себе, то у нас есть интернет-магазин. Вот вы видите сейчас главную страницу библиошколы, и вверху, самое верхнее горизонтальное меню, коричневое, вот стрелочкой показана, ссылка на наш интернет-магазин. Там вы можете купить и скачать файл, заинтересовавший вас книги. А в библиошколе вы можете только читать. Перед вами главная страница. Она, конечно, выполняет прежде всего презентативную функцию. Ее цель – показать разнообразие возможностей библиошколы и ее состав, точнее, конечно, самое важное и интересное. Здесь присутствует горизонтальное меню, которое остается на всех страницах сайта. И вот такие крутящиеся квадратики – это уже они являются ссылками на те или иные разделы нашего каталога. И здесь вы можете видеть, что у нас имеется и методическая литература, и учебники, и книги для внеклассной работы, и дополнительного образования, и аудиокниги. Таким образом, библиотека предназначена и, можно сказать, имеет три вектора направленности. Это прежде всего ученики начальной и средней школы, их родители и, конечно, школьные учителя и педагоги дополнительного образования. Вот здесь в чате возникал вопрос, будет ли эта школа и библиошкола, этот сайт посвящен детскому саду. Ну, напрямую мы с детскими садами не работаем, но вместе с тем на нашем сайте есть блок литературы литературы и методической, и детской для дошкольников и воспитателей. Этот блок называется «В помощь родителям», но там есть и как раз литература для дошкольников. Дело в том, что, скажем, логопедическая литература или книги по внеклассной работе для досуга, они могут быть интересны как старшим дошкольникам, так и, конечно, школьникам младшей, ребятам младшей школы. Поэтому это тот блок, который интересен сразу двум группам. И в этом блоке у нас более 700 книг. Так что определенную литературу интересную вы можете также найти и для детского сада, особенно для подготовки детей в школе. Такое назначение нашей библиотеки достаточно широкое для трех групп, социальных групп. Оно, конечно, на одном портале соединить все это очень непросто, но мы стремимся. И подписываясь на наш ресурс, вы имеете 15 тысяч изданий методической, учебной, научной и познавательной литературы. Более 10 тысяч иллюстративного материала. Это прежде всего карты. У нас их более 6 тысяч. Есть отдельный раздел учебной карты. И иллюстрации. Далее мы имеем 3400 нотных изданий, 2300 аудиокниг. Также в составе библиошколы тренажеры и тесты. Контент библиошколы можно использовать и в школе, и дома, на всех видах устройств. И персональные компьютеры, и планшеты, и смартфоны. Без ограничений. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Если вам удобнее пользоваться мобильными устройствами, то у нас нашими программистами разработаны мобильные приложения. Ссылки на них вы можете найти в нижнем меню на всех страницах сайта. Оно присутствует. Традиционные кнопочки, вот вы их видите, черные. Скачивается мобильное приложение бесплатно, ну, традиционно через Google Play. Вы сами отбираете книги, которые вам интересны, и загружаете в ваше мобильное приложение. Эти книги будут находиться в нем до тех пор, пока не закончится подписка на наш ресурс. Затем они автоматом исчезнут из этого приложения. Здесь представлены скрины экранов, каталог, как выглядит книга, обложки книг. В целом это те же наши разделы, то есть все поисковая строка, все традиционно, все интуитивно понятно и удобно. И в мобильном приложении книга доступна и оффлайн. Еще один вопрос, который всегда возникает, как подключиться к нашему ресурсу. В нижней части любой страницы нашего сайта, вот сейчас она представлена также внизу, вы можете увидеть оранжевую такую вот полоску, на которой есть кнопка «Правила использования». Сейчас она выделена желтой рамочкой. Когда вы нажимаете на эту кнопку, перед вами открывается новая страница, где четко прописаны правила использования ресурса, что входит в базовую подписку, какой контент предоставляется по дополнительной подписке и так далее. И вот первый пункт, как раз вот перед вами опять же скриншот, правила подключения к библиошколе. Подключиться к этому ресурсу могут как юридические лица, так и физические лица. Вы видите, что эти фразы являются ссылочками, и вот если нажать «Для юридического лица», то вы попадете на страницу с вот такой заявкой, вы ее заполняете, нажимаете на кнопку «Отправить», и она попадает к нашему менеджеру, который обязательно с вами свяжется, и с ним непосредственно можно обсудить и состав контента, и сроки, и условия подписки и так далее. Также, если вы внимательно прочитаете правила использования, то вы узнаете, что юридическим лицам предоставляется один месяц бесплатного пользования. Этот месяц специально дан для того, чтобы вы могли лучше познакомиться с интерфейсом библиотеки, с составом нашего контента, посмотреть, насколько это все удобно, как работает, и дальше уже заключить договор на более долговременных условиях. Также, как правило, когда школа подключается, обязательно возникает вопрос, особенно у родителей, а можно ли подключиться к библиошколе именно физическому лицу. Сюда, конечно, можно либо со страницы правила использования, либо здесь, вот вы видите, справа вверху есть кнопочка подключения физических лиц. Нажав на нее, вы попадаете на страницу нашего интернет-магазина, где есть раздел подписки. Раздел подписки. И вот как раз открыта страница подписки к библиошколе. Сейчас здесь есть два варианта подписки на полгода и на год. Ну вот вы видите стоимость подписки на полгода 999 рублей. Также у нас бывают акции, особенно к праздникам. К первому сентября была акция, когда мы продаем подписку с некоторой скидкой. Ну и дальше уже будем говорить непосредственно о контенте и интерфейсе нашего портала. Наши партнеры – это более 300 издательств детской, школьной, педагогической литературы. Вот вы видите некоторые из них. Это и Айрис Пресс, Альпина, Аркти, Белый город, Витапресс, Владос, наше издательство Директ Медиа, Ломоносов, Когита Центр, Лаборатория Знаний, замечательное издательство и многие другие. О книгах «Просвещение» и «Русское слово» мы поговорим особо, потому что к ним подключение происходит на особых условиях. Конечно, вся эта литература современных издательств у нас представлена на основе договоров, которые мы подписываем. Каждый договор имеет свой срок, но, как правило, в большинстве случаев все договора пролонгируются. Если же вдруг сложилась такая ситуация, что вы пользовались книгами какого-то издательства, и в какой-то момент они исчезли, то, пожалуйста, не пугайтесь, а просто надо уточнить у нашего менеджера. Бывает так, что срок подписки закончился, но есть такое условие в договоре, в большинстве договоров, что подписчики могут правомерно пользоваться контентом до окончания их срока подписки, если на момент подключения к нашей ЭБС эти издания были доступны. То есть в индивидуальном режиме к вам могут подключить книги данного издательства, и вы будете им пользоваться до конца вашей подписки, в то время как уже всем остальным они будут недоступны. Поэтому здесь нужно все узнавать, и мы стараемся создать самые лучшие комфортные условия для вас. Ну, вы понимаете, что сайт в определенном смысле подобен живому организму, книги, одни книги приходят, другие уходят, но то, что приходит, оно бывает еще лучше, еще интереснее, более свежее издание. Ну, сначала мы... Да, и вот продолжая вопрос об издательствах, где и как вы можете познакомиться с нашими издательствами, и самое главное, с контентом, который они нам предоставляют. Вот горизонтальное верхнее меню. Вы видите справа кнопка «Издательство». Когда вы наводите на него мышкой, выпадает небольшой список. Все издательства, топ-издательства, издательские коллекции. Ну, вот вы выбираете, например, все издательства, перед вами открывается издательская галерея. Здесь вы видите алфавитный указатель по первой букве издательства. Можете сразу быстро его найти, либо через поисковую строку появляется краткая информация об издательстве. И здесь вы видите справа кнопочки, которые как раз и помогут скачать список всех книг данного издательства. Либо вы нажимаете на слово «Подробнее», и прямо на сайте высвечиваются обложки книг, и дальше вы можете переходить на страницы этих книг, которые принадлежат именно выбранному вами издательству. Ну и далее мы с вами поговорим уже непосредственно о нашем контенте. Сначала о книгах, конечно, поскольку это главный наш контент, хотя у нас есть и другие виды контента. Я постараюсь обо всем рассказать сегодня. Итак, один из главных вопросов, может быть, самый первый и главный, это как найти нужную вам книгу. Вы, конечно, можете воспользоваться двумя путями, вполне традиционными. Это наш каталог. На горизонтальном меню – это слева фиолетовая кнопка. Разворачивается список со всеми разделами каталога. Вы нажимаете и вы сразу попадаете в тот раздел, который вам интересен. И второй путь – это с помощью расширенного поиска. Вот как раз страничка расширенного поиска перед вами на слайде. Здесь вы видите достаточно много критериев, условий отбора и по автору, и по издательству, по классу, предмету, жанру. Также вы видите по году издания, все условия, вы начинаете писать, например, название издательства, выпадает список, и вы сможете выбрать то издательство, которое вам необходимо. Год издания, вы видите такие вот оранжевые кнопочки, движки, их можно двигать и сужать. Временной период конкретизировать тот, который вам нужен. Когда идет накладка этих двух движков, то вы выбираете, соответственно, только один год, например, 2017. Вот вам нужно посмотреть издание именно этого года. Ну, то есть здесь в целом все понятно. Вот некоторые функционалы расширенного поиска дублируют две кнопки горизонтального меню – это предметы и классы. Предметы, если вы нажимаете на эту кнопку, выпадает список, вы выбираете нужный вам предмет, попадаете на страницу предмета, и там появляются все книги по этому предмету, например, по истории. Там есть только один фильтр уже на той странице. Вы можете отфильтровать по следующему критерию. Начальная школа – пятый, восьмый класс, девятый, одиннадцатый. Там появляются все книги, прежде всего, учебных жанров. Это учебники, учебные пособия, рабочие тетради, хрестоматии. Например, в начальной школе такая особенность, что появляется и художественная литература. Почему она подгружается? Потому что именно определенный контент, определенные книги входят в раздел «Хрестоматия по литературе». Поэтому в младшей школе будет еще и появляться художественная литература именно из этого раздела. Следующая кнопочка – «Синяя классы». Вы также можете выбрать определенный класс, и тогда появятся все книги, например, для шестого класса по всем предметам. И там уже дополнительных фильтров нет. Поэтому если вам нужно, чем более конкретно вы хотите найти определенный круг литературы, то лучше, конечно, воспользоваться расширенным поиском. Все книги представлены у нас в едином электронном формате. В библиошколе – это, прежде всего, формат PDF. Именно в этом формате работает режим чтения книги. В мобильном приложении большинство книг представлено в формате и PDF, и EPUB. И дальше вы можете выбрать тот формат, который вам более удобен. А в интернет-магазине представлен еще и третий формат. Помимо PDF и EPUB, еще FB2. Вы также можете выбрать и скачать нужный вам формат. В библиошколе представлены откорректированные тексты, удобный просмотрщик, легкая, понятная навигация. Сегодня мы постараемся все это посмотреть, и вы убедитесь, как и что у нас работает. Теперь давайте познакомимся со страницей описания книги. Здесь вы видите обложку книги, справа – краткие сведения о ней. Внизу две большие кнопки – читать и, соответственно, загрузить в мобильное приложение. Вот как раз нажав на эту кнопку, книга, выбранная вами, загружается в мобильное приложение. Чуть ниже – аннотация, содержание, библиографическое описание. Содержание здесь интерактивное, то есть даже не открывая книгу, если вы точно знаете, какая вам нужна глава, щелкайте прямо из содержания, и открывается режим просмотра книги уже на выбранной с вами странице, на нужной вам главе. Библиографическое описание очень удобно, можно все это скопировать и использовать для составления библиографического списка в конспектах, докладах, при подготовке сообщений и так далее. Также вы видите, такие, наверное, привлекли ваше внимание, две интересные иконки. Одна из них на обложке книги, справа вверху желтая, такая достаточно яркая, там экранчик, да, и такие вот наушники. И еще одна иконка – это, как мы называем, золотое перо рядом с фамилией автора. Вот эти иконки появились не так давно на нашем сайте, это вот как раз те новые возможности, которые мы предоставляем и которые, мы надеемся, делают знакомство с книгой более удобным и интересным. Ну, сначала начнем с нашего сервиса «Авторы». Как раз вот он был недавно существенно дополнен очень полезным функционалом. Опять же, горизонтальное верхнее меню, слева кнопочка «Авторы». Когда вы наводите на нее мышкой, то выпадает небольшой список «Все авторы», а дальше три предметных раздела. Если вы выбираете либо просто на «Авторы» нажимаете, либо «Все авторы», то попадаете на страницу, достаточно традиционно представляющую этот сервис. Здесь и алфавитный указатель, и вы можете набирать первые буквы, фамилии, и автоматический список будет подгружаться по выбранным вами буквам. Но также мы видим с вами и справа такую большую яркую кнопку «Именитые ученые и писатели». Вот если мы на нее нажимаем, то как раз попадаем в новый наш раздел. В чем его смысл и полезность? Книжные хранилища библиошколы содержат произведения более 20 тысяч авторов. И для того, чтобы наши юные читатели могли быстро и легко ориентироваться в перечне имен, редакторы библиошколы выделили более полутора тысяч фамилий выдающихся ученых, писателей, деятелей культуры, как отечественных, так и зарубежных. И этот золотой список нашего культурного достояния объединил и классиков, завоевавших мировое признание, и современных авторов, успешно пишущих на актуальные темы. Выделение имен, вот таких именитых, как мы называем, ученых, писателей, классиков, мы с вами видим уже и здесь. Видите, вот жирным шрифтом выделен Аристотель, Аристофан. То есть здесь вы тоже уже можно увидеть, так сказать, обратить внимание на эти фамилии. Ну, вот несколько слов о специальном сервисе. Значит, вы здесь видите три предметных раздела. Писатели, классики, как раз сейчас оно активно. Это признанные мастера словесного искусства. И здесь небольшой каталог. Античная литература, европейская литература, русская, ну и, конечно, детская литература обязательно присутствует в библиошколе. Следующий раздел – именитые авторы. Этот каталог более обширный, вы видите слева. Живопись. Здесь представлены имена художников, оставивших нам литературное наследие, будь то мемуары, стихи или же теоретические работы. Другие разделы – естествознание. Сюда включены имена известных ученых. И далее по предметным разделам – математика, физика, химия, история России, педагогика, психология, философия. Нажимая на каждый из этих разделов, справа будет появляться такой вот список, оформленный как фотографии и имя этого деятеля культуры. И следующий, третий раздел – это авторы издательства Директ Медиа. Это авторы, с которыми мы сотрудничаем, мы издаем их труды и их книги, что обязательно условие, пользуются успехом у наших читателей. Все это мы отслеживаем по рейтингу использования книг этих авторов. Далее вы можете выбрать любую персональю, нажать на фотографию или на фамилию автора, и вы попадаете на специальную страницу именно этого автора. Здесь вы увидите его фотографию или портрет, даты жизни и биографические сведения из энциклопедий и справочников. Далее чуть ниже будет расположен библиографический список трудов его и чуть ниже перечень произведений, доступных на нашем портале. Вот здесь представлены книги Леонида Андреева. Вы видите в виде ссылок и как обложки его книг. Нажимая на ту или иную обложку, сразу попадаете на страницу описания данной книги. Помимо основной статьи, биографической статьи, которая сразу открывается перед вами, здесь вы также можете увидеть ссылки на дополнительную информацию об авторе. Вот на слайде это справа. Это статьи из многочисленных справочных изданий, таких как «Литературная энциклопедия в 11 томах», «Биографический энциклопедический словарь», «Малый академический словарь», «Энциклопедический словарь» Брагауза и Фрона, «Советская историческая энциклопедия» и многие другие. То есть если вы хотите еще дополнительно почитать об этом авторе, то не нужно уходить с нашей платформы, с нашего сайта, искать где-то там в интернете, а здесь сразу посмотреть достаточно обширную информацию об этом авторе. Таким образом, благодаря этому новому сервису «Именитые ученые-писатели» вы можете быстро найти исчерпывающую информацию о выбранной выдающейся личности и сразу увидеть список его трудов и того, что доступно на нашем портале. Отличительным знаком всех таких авторов является золотое перо, которое сопровождает их фамилии на всех страницах сайта. Если вы нажмете на фамилию автора, то сразу попадете на страницу, которую мы сейчас смотрели, с информацией о нем. Если вы нажмете на золотое перо, то откроется страница каталога «Именитых ученых и писателей» именно тот раздел, куда включен данный автор. Поэтому такое золотое перо, оно быстрее быстрого переносит в нужный раздел и даст исчерпывающую информацию об авторе. Также вы можете увидеть, что на многих книгах, размещенных на нашем сайте, имеется вот такая вот иконка на обложке справа вверху, яркая, желтая. Она также присутствует на всех страницах сайта, где есть обложка этой книги. Эта иконка означает, что к этой книге имеются дополнительные материалы. Теперь при знакомстве с книгой в библиошколе читатель имеет возможность обогатить восприятие письменного текста. На странице описания книги представлены не только общие сведения, библиографические, аннотации, содержания, но чуть ниже вы можете увидеть вот такую подпись, дополнительные материалы к этой книге. И дальше разделы книги, аудиокниги, карты, иллюстрации и мультимедиа. То есть это всё то, что относится именно к данной выбранной вами книге. Что сюда входит? Книгу сопровождают яркий иллюстративный ряд. Это и портреты писателя, репродукции картин и книжной графики, выдающихся художников, фотографии театральных постановок и фильмов. При нажатии все эти иконки, вот сначала картинки открываются в таком малом разрешении, но при нажатии они открываются в большом формате, просмотрщики, и можно листать и смотреть все эти иллюстрации. Также здесь же вы можете увидеть видеофрагменты из фильмов и театральных постановок. Здесь также имеются и небольшие файлы, которые включают в себя краткие пересказы произведений, что тоже удобно. Далее, как дополнительные материалы вы можете выбрать книги. Сюда входят книги, которые расширяют кругозор читателя, знакомят более подробно, детально с эпохой, которая описывается в данном произведении, с отдельными персоналиями, которые упоминаются или даже являются действующими героями. В данном случае мы говорим о книге Ивана Николаевича Толстого «Война и мир». Соответственно, предлагаются почитать книги о войне 1812 года, о Суворове, об Александре I и так далее. Целый ряд таких книг. Далее, аудиокниги и фильмография. Аудиокниги представляют это произведение в живом исполнении известных актеров и чтецов. Можно послушать. И фильмография. Здесь подробно описываются все экранизации этой книги. Таким образом, литературное произведение предстает в современной инновационной форме, как система электронных форматов, где есть ядро, это текст произведения, и его ассоциативное окружение, иллюстрации, аудиоверсии, видеоресурсы и так далее. Конечно, так общение с книгой будет и более плодотворным, и интересным, и познавательным. Дело в том, что в библиошколе имеются и регулярно пополняются отдельные сервисы, аудиокниги, карты. И наш, например, аудиокаталог тоже достаточно обширный, там и художественная, и мемуарная литература, и познавательная, и учебная. Сервис карты, например, содержит более 6000 карт. Но для многих, особенно для наших юных читателей, все эти разделы существуют как-то, ну, разрозненно, далеко друг от друга. И вот чтобы соединить, сделать именно внутреннюю навигацию более удобной, компактной, мы как раз и разрабатываем такие переходы, такой сервис, как дополнительные материалы к этой книге. И прямо на странице описания самой книги можно посмотреть все эти ресурсы. Ну, вот, например, карты. Можно обратиться к просмотру цифровых карт, найти страну, город, место действия описываемых событий. И, конечно, восприятие текста станет глубже и живее, когда вместе с героями мы сможем путешествовать, разбираться в особенностях местности, следить за детальным ходом боевых действий. Особый раздел, на который хотелось обратить ваше внимание, это один из разделов нашего каталога, хрестоматии по литературе. Этот раздел имеет три подраздела. Литература для младшей школы, для 5-9 классов и 10-11 классов. Дело в том, что мы, конечно, понимаем, что в школе изучаются лишь определенные произведения того или иного автора. Поэтому, помимо того, что у нас представлены, можно сказать, собрания сочинений писателей, но детям искать, так сказать, нужную книгу достаточно сложно. Многие файлы объемные, 300, 500, 700 страниц. И поэтому появилась необходимость выделить те произведения, которые входят либо в обязательную программу по литературе, либо предлагаются для внеклассного чтения. Списки эти известны, мы ориентируемся на официальные списки. Поэтому сделали такой удобный сервис. Здесь файлы, как правило, небольшие. И все легко можно найти и прочитать вот такие небольшие файлы. Теперь познакомимся с режимом чтения книги. Под обложкой книги вы видите большую кнопку «Читать». И также вот чуть ниже зеленый такой кружочек в «Избранное». Если эта книга вас заинтересовала, либо вы изучаете это произведение, то можно нажать на эту кнопку, и книга загрузится в ваше «Избранное», к которому вы можете обратиться через ваш личный кабинет. В вашем личном кабинете есть такой вкладыш, страничка «Избранные книги». Вот вы видите, вот «Война и мир» как раз загружены уже ваши избранные. Соответственно, потом долго не искать в каталоге, а из личного кабинета сразу перейти на страницу чтения этой книги. Ну вот, собственно, режим чтения книги. Слева оранжевый блок. Здесь и отзывы о книге можно почитать, если таковые были оставлены нашими читателями. Информация о книге. Это общие библиографические данные, активное содержание, по которым тоже можно переходить от главы к голове. Но также есть и вот еще дополнительный удобный функционал. Это закладки и цитатники. Можно делать одну или несколько закладок в книге, написать название данной закладки. Может быть, на этой странице вас что-то заинтересовало, или здесь вы закончили ваше чтение. Цитатник вы можете делать выписки, копировать кусочки текста и составлять свой цитатник. А далее через свой личный кабинет обратиться ко всем этим ресурсам. Цитатник затем можно скачать к себе на компьютер в PDF формате и уже работать свободно с ним. распечатывать, исправлять и так далее. Очень удобный сервис. Но, конечно, это все может делать только зарегистрированный читатель. Несколько подробнее о кнопочках, которые мы видим над файлом книги. Над текстом книги. Вы видите, здесь есть поисковая строка. Если вам необходимо найти какой-то термин или фразу в этом тексте именно, то как раз можно сделать с помощью этой поисковой строки. То есть она будет искать именно в тексте данной книги, не по всему сайту. Результатом поиска является список номеров страниц. Они все интерактивны. Нажимая на ту или иную страницу, вы сразу попадаете на нее. Ну, далее это традиционный переход на нужную страницу. И еще правее. Можно скопировать фрагмент в PDF. За одну сессию вы можете скопировать не более 10% книги. Далее инструменты масштабирования. Можно увеличить, уменьшить файл книги. Сделать ее по размеру экрана либо включить полный экранный режим. Можно распечатать какую-то страницу. И вот рядом с печатью вы видите еще одну кнопочку. Она вот в виде такого вот блокнотика. Вот как раз особо хочется тоже и о ней сказать. Она называется... Вообще при наведении мышкой на каждую кнопочку появляется название, смысл этой кнопочки. Здесь все в целом понятно. И вот здесь эта кнопочка означает «Скрыть, открыть текст страницы». Потому что из PDF-формата сам текст вы не сможете скопировать. А вот нажав на эту кнопочку, когда сверху книги, сверху файла появляется еще одно окошко небольшое в виде блокнота. Вы пользуетесь такой программой блокнот традиционной. И там как раз появляется текст без всякого форматирования, но зато его можно скопировать и как раз поместить, например, в ваш цитатник. И затем использовать при работе, при написании докладов, сообщений и так далее. То есть вот эта кнопочка очень хорошо помогает нам. Ну, так вроде бы здесь все в целом понятно. Теперь поговорим о других видах нашего контента. Это опять же горизонтальное меню. Справа такая красная кнопочка «Обучающие мультимедиа». При наведении мышкой выпадает небольшой список, а именно цифровые карты, тренажеры, тесты и аудиокниги. Потому что все эти разделы, все эти виды контента, они каждый имеет свой, так сказать, внутренний каталог и свою такую базу самостоятельную. Аудиокниги. Наш каталог содержит 2300 аудиокниг и даже больше. Это, как я уже говорила, и художественная, и познавательная, и учебная литература. Здесь есть и радиожурналы, и книги на иностранных языках, музыкальные сказки, спектакли, занимательные программы. Все это можно слушать. Открывается отдельная страница данной аудиокниги. Также присутствует общая информация, кто читает текст, длительность файла, аннотация представлена, содержание книги. И затем, нажимая на зеленую кнопочку «Читать», вы можете прослушать эту аудиокнигу. Обратите внимание, что аудиокниги для юридических лиц не входят в базовый пакет, поэтому если они вам интересны, то вы можете приобрести их отдельно. Следующий раздел – это наши карты. Здесь также имеется свой каталог. Ну вот атласы старинные, вы видите, да, то есть это атласы XVIII века. Они очень красочные, красивые, редкие, но очень красиво художественно оформленные. Также есть астрономические, геологические, демографические карты, исторические, конечно, общегеографические, религиовические, экономические и так далее. Сначала карта открывается вот такими небольшими иконками, дальше вы открываете страницу описания этой карты, где также четко написано ее название, год создания, и дальше вы можете ее раскрыть в полном размере и даже скачать к себе на рабочий стол и, соответственно, ею пользоваться. Можно пользоваться уже и оффлайн, как говорится, настоятельно. Следующий наш раздел – это тесты. Мы предлагаем тесты для школьников, прежде всего для подготовки к единому госэкзамену, и есть отдельный раздел для повышения квалификации учителей. Там имеются тесты по педагогике, истории педагогики, по психологии, например, возрастной, педагогической и так далее. Очень большой выбор. Для школьников предлагаются тесты по всем предметам, главным предметам. Эти тесты созданы специалистами, которые приглашали, приглашало наше издательство. Они созданы либо в целом по кодификатору ЕГЭ, либо на основе конкретных учебников, которыми пользуются в школе. Когда вы открываете страницу определенного предмета, выбранного вами, например, по истории, то практически по всем предметам у нас тестовых заданий достаточно много, более 400. Конечно, сразу осваивать такой объем очень много, сложно и длительно по времени, но зайдя на страничку тестов по определенному предмету, вы видите, что материал разбит на предметные разделы. Вот как здесь по истории, это определенные исторические периоды, и здесь можно выбрать, какой именно период вы хотите изучать. Тесты можно осваивать в трех режимах. Это режим обучения, режим тестирования и экзамена. Режим обучения самый такой свободный, человек никак не ограничен по времени, путем перебора можно найти правильный ответ. И вот, в принципе, здесь человек наиболее, конечно, свободен в, как сказать, в индивидуальном режиме освоения их. Режим тестирования здесь уже дается 15 минут, за которые нужно ответить на максимальное количество тестовых заданий. И по окончании тестирования, конечно, будут высветиться табличка с результатами прохождения теста. Ну и режим экзамена еще более строгий, там дается только 10 минут, нужно ответить на определенное количество вопросов. И затем также выводится сводная таблица всех результатов и ранее пройденных экзаменов, если таковые уже находили. Следующий раздел – это тренажеры. В нашем каталоге более 100 тренажеров по разным учебным дисциплинам, в том числе и для подготовки к ЕГЭ. Что такое тренажеры, чем они отличаются от тестов? Тренажеры представляют собой особые специальные программы. Эту программу достаточно скачать один раз и далее разместить на школьных компьютерах для всех учеников или на компьютерах библиотеки. То есть если у вас в классе, например, 20 учеников, то не надо скачивать 20 раз один и тот же тренажер, достаточно его скачать один раз. Лучше это сделать или библиотекарю, или учителю-предметнику, и дальше он уже может раздать этот тренажер в индивидуальном порядке тому, кому считает нужным, необходимо позаниматься по какой-то теме, по какой-то дисциплине. Далее хотелось еще рассказать об особых разделах в нашем каталоге. Мы уже снова перемещаемся к книгам, но опять же книги в особом формате. И в нашем общем каталоге, и в издательской галереи вы можете найти такой вот раздел «Издательские коллекции». На данном этапе здесь представлено три книжных коллекции – издательств «Пирсон», «Русское слово» и «Просвещение». Чем книги этих издательств отличаются от другого контента? Прежде всего тем, что форма подачи, электронная форма этих учебников, она особая. Это не просто будет PDF-формат, это будет особая программа, которую разработали специалисты этих издательств. «Русское слово», «Просвещение». Это, наверное, самые известные, самые, так сказать, такие издательства. Не найдется, наверное, учителя или даже ученика в нашей стране, кто бы не знал или не слышал этих издательств. Фактически это издательства-монополисты, которые поделили между собой рынок учебной школьной литературы, и, будучи такими мощными агрегаторами, они уже диктуют свои условия использования их книг. И вся учебная литература представлена этими издательствами в новой инновационной форме, в формате как электронная форма учебника, сокращенно ЭФУ. Они предоставляют так книги не только нашему издательству, это о всем вообще, любым, так сказать, игрокам вот на этой области. Это именно такой их, как сказать, способ подачи их учебников. Ну, он в целом понятен, почему они так поступают, для чего они разрабатывают такую вот специальную программную оболочку. Ну, прежде всего, это, конечно, борьба против пиратства, потому что, к сожалению, в нашей стране авторское право не очень хорошо защищено, и если один человек купил, ну, в интернет-магазине, например, какой-то учебник скачал его, то дальше он может выложить этот файл на любом пиратском сайте, и сотни, тысячи людей будут скачивать его бесплатно, тем самым терпят ущерб и издательство, и автор, написавший эту книгу. Вот чтобы защитить авторское право, вот один из способов – это вот создание такой вот специальной программы, в которой только и можно открыть и читать данный учебник. У нас эти книги представлены в достаточно большом объеме, и если вы нажмете на обложку книги, то, к сожалению, не откроется просмотрщик, то есть сразу вы читать не сможете. Но наше издательство является официальным дистрибьютором этих издательств, русское слово, и просвещение, и специалисты нашего издательства могут стать посредниками, вашими помощниками в том, чтобы вам помочь составить списки, пройти все необходимые процедуры для того, чтобы уже ваши ученики, ваши ребята смогли иметь каждый экземпляр такого вот учебника, электронной формы учебника. Здесь важно, да, еще также отметим, что здесь предоставлены этим издательством не только учебники, но и другие дополнительные материалы, и тоже имеются и тренажеры, и справочники, и словари. И покупая ту или иную книгу, важно понимать, что условия, которые выдвигают эти издательства, одна лицензия на одно устройство. То есть если в классе 25 учеников, значит, необходимо приобрести 25 лицензий именно на этот учебник, да, то есть поименные списки. Вот здесь издательство все очень строго отслеживает, и дальше учитель или библиотекарь загружает этот учебник вот на каждое устройство ученика, да, каждому ученику отдельно. Вот. Ну, опять же, в этом тоже есть свой большой плюс, потому что вы знаете, что портфели наших школьников сейчас уж очень тяжелые, и вместо вот множества учебников, которые вынужден школьник носить в портфеле, их заменяет одно персональное электронное устройство, планшет или ноутбук, в которое и будут загружены все необходимые пособия. Они будут доступны в любое время, в любом месте, и в школе, и дома. То есть если лицензия приобретена, то учебник уже, так сказать, им можно пользоваться в режиме офлайн. Один раз загрузили, и он всегда будет доступен. Ну, а мы со своей стороны готовы помочь вам в приобретении этого контента. Ну, и чтобы вам, как пользователям, было интересно работать именно с нами, а не только напрямую с издательства, мы имеем возможность продавать лицензии на ряд книг по сниженной цене. Вот. Ну, вот такие реалии нашего сегодняшнего дня, новые формы, новые формы нашей работы. Следующий раздел, о котором также хочется отдельно рассказать, это тематические коллекции. В библиошколе имеется большой раздел тематических коллекций. В его составе более 60 тематических коллекций. Это целостные, систематизированные подборки научной, научно-популярной и художественной литературы по разнообразным и интересным проблемам. Этот контент входит в базовую подписку, он общедоступен. И эти коллекции готовились как к редакторам нашего издательства, так и приглашенными специалистами. Более двух тысяч книг систематизированы вот в такие тематические подборки. Они охватывают как естественные науки, так и гуманитарные. Перечень и состав коллекций достаточно регулярно обновляется. В состав тематических коллекций могут входить и 20 книг, и 50, и даже 100. Их количество обусловлено широтой проблемы, той темы, которая, так сказать, затрагивает эта коллекция. Ну и вы понимаете, что чем шире обозначенная вопрос или проблема этой коллекции, то, соответственно, тем больше и книг в нее входит. В коллекциях мы стараемся осветить различными подходами к раскрытию и решению проблемы, разные точки зрения, дать экскурсы в прошлое, выявляя причины описанного явления, а также и в будущее, чтобы увидеть последствия, а значит показать значимость этого явления для общества. Перейти к тематическим коллекциям можно через общий каталог библиошколы. Вот самый нижний пункт вы можете увидеть тематические коллекции. Дальше разворачивается небольшой список таких мега-разделов, в которые объединены эти коллекции. Это естественные науки, история, литература, мировая художественная культура, мировые религии, общество знания. Несмотря на то, что библиотечный сайт – это достаточно стабильная, устойчивая система, но чтобы быть интересным пользователем, он должен содержать в себе и такие структуры, которые были бы аналогичны группам по интересам, социальным сетям. И вот как раз наши тематические коллекции – это своего рода фокусы различных познавательных, научных интересов. Ну вот, некоторый список наших коллекций вы видите на слайде. Если какая-либо книга, которая находится в общем каталоге, также входит в какую-либо тематическую коллекцию, то информация об этом обязательно высвечивается на странице описания этой книги. Вот, например, книга Марка Твена «Жанна Д'Арк». Она входит в тематическую коллекцию «Доблесть и честь рыцарей-мушкетеры. Золотая коллекция». Название является ссылкой. Нажав на нее, перед вами вы как раз перейдете на страницу именно этой коллекции и можете познакомиться с ее составом. Вот сверху вы видите общую обложку к этой коллекции, краткую аннотацию. Также имеется у нас и обратная связь. Можно оставить отзыв об этой коллекции или о какой-то книге. Либо у вас есть какие-то рекомендации, пожелания, что вот хорошо бы в эту коллекцию еще включить вот такую-то книгу. Соответственно, такие коллекции, они помогают лучше сформировать, сфокусировать тот или иной интерес ребенка. Вот наши коллекции по литературе. Их у нас 18 представлены в библиошколе. Например, вот коллекция, большая коллекция лучших сказок мира. В эту коллекцию мы постарались выбрать все лучшее. Лучшие авторы, лучшие сказки, лучшие переводчики. Коллекция включает в себя более тысячи сказок народов мира, как народных, так и авторских, а также легенды, мифы и былины. Наряду с произведениями писателей, чьи сказки пользуются любовью детей и взрослых во всем мире, Кушкина, Андерсена, Киплинга, Гоффмана, братьев Гримм, Лагерлёв, Бажена Немцовой. В коллекцию включены сказки писателей незаслуженно забытых, но чьи произведения выдержали испытания временем. Дорошевича, Сомова, Попова, Вагнера. Из произведений великих писателей, например, Киплинга, мы включили не только полные тексты его знаменитой первой и второй книг джунглей, рассказывающих о приключениях Маугли, но и его бездательные сказания «Старая Англия» о великанах, рыцарях, волшебниках. Также в эту коллекцию входят сборники японской народной сказки, украинской сказки, сборник сказок народов мира, ну и, конечно, русские народные сказки. Другая наша коллекция «Затерянный мир». Название этой коллекции дал всемирно известный культовый фантастический роман Артура Куна-Дойля. В это собрание приключенческой литературы включены произведения таких метров фантастики и приключений, как Генри Хаггард, Герберт Уэльс, Жюль Верн, Майн Рид, Луи Бусинар и многие другие. Многие из произведений являются образцом, эталоном в любимых читателями жанрах фантастики и приключений. Дочь Монте-Сумы, Борьба миров, Межзвездный скиталец, Дочь фараона, Приключения в стране Львов, Поисках белого бизона и многие-многие другие. Также вы можете найти коллекции мемуарной и биографической литературы. Мы с вами понимаем, что одним из важнейших источников исторических и культурологических познаний являются мемуары и автобиографии. Они охватывают максимально широкое поле жизни, знакомят с культурой, повседневностью, менталитетом прошлых эпох. В этих коллекциях представлены мемуары и государственных деятелей, и ученых, и путешественников, и других, многих других деятелей культуры. Далее наши коллекции по истории. У нас около 14 тематических коллекций. Например, коллекция «История России в классических фолиантах». Это собрание фундаментальных многотомных трудов по истории России. В коллекции представлены как классические обзорные работы по всей русской истории с древнейших времен, так и отдельные книги, монографии, посвященные сложным и драматичным ее страницам. Среди авторов книг основоположники русской исторической мысли Иловайский, Ломоносов, Милюков, Погодин, Покровский и многие другие. В 1841 году в Санкт-Петербурге археографической комиссии при Императорской академии наук началось издание полного собрания русских летописей. А это один из важнейших источников отечественной истории. Они имеют фундаментальные значения для изучения истории древней и средневековой Руси. На долгие десятилетия 20 века эти книги были библиографической редкостью, а сейчас вот в электронном формате они вполне доступны любому читателю. Вот у нас собрана такая коллекция. Далее коллекция древности российского государства. Она включает великолепно иллюстрированное раритетное многотомное издание. Оно было составлено и опубликовано по повелению императора Николая I в середине XIX века. Древности российского государства включают 6 отдельных томов текста и 508 хромолитографированных таблиц с изображением предметов древнерусского искусства, собранных в отдельные тома иллюстрации. Вот одну из страниц книги вы можете видеть на слайде. Рисунки выполнены художником и археологом, академиком исторической и портретной живописи Фёдором Григорьевичем Солнцевым. В его акварелях с ювелирной точностью изображены символы государственной власти, власти, оружие, великокняжеский, боярский, царский костюм, памятники зодчества и многое другое. Конечно, вот такие книги, такие иллюстрации украсит любой урок истории. Еще коллекции по истории России, тематические коллекции. Это и Первая мировая война, и коллекция к ней посвящена Отечественной войне. Последние дни императорской семьи, история Украины. Для школьников особенно интересен будет исторический лексикон, где дан подробная характеристика каждой исторической эпохи. Далее коллекции персональные. Это собрание сочинений наших выдающихся отечественных историков. Карамзина, Костомарова, Соловьева, Ключевского, Сахарова. Также у нас имеются коллекции по естественным наукам. Например, это две коллекции классики науки, которые объединяют труды выдающихся ученых, математиков, физиков, астрономов, биологов, химиков. Эти книги были изданы в рамках двух книжных серий «Классики естествознания» и «Классики науки». Еще эти серии начали издаваться в советское время. Именно в рамках этих серий впервые в нашей стране изданы многие классические работы известных ученых. Инициатором создания этой серии «Классики науки» был президент Академии наук Академик Сергей Иванович Вавилов. И здесь вы можете посмотреть, познакомиться с фундаментальными трудами отечественных и зарубежных ученых с древнейших времен до середины XX века, начиная от Архимеда, Аристотеля и далее Галилея, Гюггенса, Декарта и вплоть до XX века, Циолковского, Чеплыгина, Эйлера и так далее. Также, конечно, будут особенно интересны коллекции по естественным наукам в популярном изложении. Сюда вошли коллекции, которые, точнее, книги, которые объединены особенностью формы изложения. Они написаны исключительно занимательно и увлекательно. Авторы этих книг – выдающиеся популяризаторы науки и педагоги. Известно, что симпатия и даже любовь к наукам у школьников часто ощутимо зависит от стиля преподавания и личности учителя. И вот как раз книги наших коллекций направлены на пробуждение самого яркого, неистощимого интереса к научным поискам и исследованиям. Содержание книг является превосходным развивающим материалом, тренировкой познавательного навыка, основой для самостоятельной творческой работы. Это такие коллекции, как «Занимательные науки». Туда входят книги, в названии которых обязательно и слово «Занимательно» по самым разным наукам. Другая коллекция популярна о науке «Головоломки для детей и взрослых». Там собраны книги с головоломками, ребусами, занимательными задачами по математике и геометрии. «Самообразование на досуге», создаем и конструируем сами, то есть книги, рассказывающие, как можно самостоятельно собирать модели разных вещей. То есть вот эти книги такие для как раз школьной аудитории будут очень интересны. Ну и еще кратко покажу наши коллекции по искусству. Мы долгое время, наше издательство сотрудничало с издательским домом «Комсомольская правда». И мы выпускали несколько замечательных серий, выходивших в виде таких альбомов. И сейчас все эти альбомы также представлены на страницах нашего сайта. Это прежде всего коллекции «Великие художники», «Великие музеи мира», «Путешествуй с удовольствием», коллекция о разных странах мира. Вот коллекции «Великие художники». Каждый из альбомов посвящен жизни и творчеству выдающегося художника, чье имя вписано золотыми буквами в историю мировой культуры и искусства. Айвазовский, Брилов, Воснецов, Крамской, Левитан, Репин, Рерих, ну и зарубежные, конечно, художники, Леонардо Винчи, Рафаэль, Боттичелли и так далее. Каждый альбом содержит более 50 иллюстраций, биографию художника, историю создания бессмертных шедевров, а также исследования их стилистических особенностей и техники исполнения. Еще одна коллекция «Музеи мира». Каждый альбом рассказывает о конкретном музее или картинной галереи. В альбомах представлена история музейной коллекции, показаны ее шедевры. Еще одна интересная коллекция книг. Мы эту серию назвали «Музыкальная шкатулка». Сюда входят на данный момент три коллекции – скрипка, флейта и фортепиано. Коллекции эти объединяют высокохудожественные образцы творчества западных и русских композиторов XVII и до XX веков, заслуженно считающихся золотым фондом педагогического репертуара музыкальной школы. В них собраны музыкальные произведения разных стилей и эпох – барокко, классицизм, романтизм, агрессионизм, музыки XX века. На страницах изданий педагог и учащийся найдут пьесы различной степени трудностей – от простых для начинающих до крупных инструментальных циклов. Еще раз повторюсь, вы можете распечатать эти ноты и, соответственно, ими пользоваться. Ну и последняя коллекция, мы уже с вами завершаем, – это «Мировые религии». Эти коллекции знакомят с историей религиозных представлений человечества, их многообразием и доктринами. Здесь отдельные коллекции о кутизме, иудаизме, исламе и, конечно, две коллекции о христианстве. Каждая коллекция содержит достаточно обширный круг литературы, познавательный, не только научный, но и сложный в научно-популярной форме. Ну, уже время у нас истекло. Большое спасибо вам за внимание. Если есть у вас вопросы, пожалуйста, я постараюсь на них ответить. А сейчас перед вами на слайде адреса, телефоны наших менеджеров, которым вы можете написать напрямую вашу заявку, ваши, может быть, какие-то вопросы. К библиотеке, к библиошколе вы можете подключаться либо в полном объеме базовая подписка, либо какие-то отдельные, выбрать разделы. Это уже как вы решите, на ваше усмотрение. Большое спасибо еще раз за внимание. Так, ну, пока вопросов нет. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Продолжение следует... Презентацию, которую вы сейчас смотрели, можно скачать, использовать в своей работе. Спасибо за поддержку, за ваш добрый отклик. Мы думаем, что этот ресурс, он действительно перспективный, интересный и нужный. И дома, и в школе можно обращаться к всем материалам, которые предоставлены у нас на сайте. И на уроках можно пользоваться, и картами, и тестами. Самые разные формы работы. Конечно, мы имеем и определенные проекты будущие наши на перспективу. Вот в ближайшие, может быть, максимум полгода мы хотим реализовать дополнительные возможности, чтобы и преподаватели, учителя, и школьники могли формировать свое портфолио, показывать свои проекты, загружать фотографии, может быть, сертификаты, свои дипломы. То есть, чтобы сайт был еще более живым, интересным, тем самым, обмениваясь информацией о каких-то мероприятиях, конкурсах, какими-то своими, пусть маленькими, но открытиями, конечно, будет открыта новая страничка на нашем сайте, более таким он живым будет, более активным. Ну, это вот наша перспектива, это все будет обязательно у нас на сайте. Дорогие коллеги, если у вас вопросов нет, я хотел бы поблагодарить Наталью за обстоятельный вебинар, который я сам с удовольствием послушал, несмотря на то, что тему примерно знаю. Поблагодарить всех тех, кто сегодня собрался здесь, вас здесь немало сегодня собралось, и внимательно слушали Наталью. Я надеюсь, что вам понравился наш продукт, и вы сделаете какие-то выводы. Напоминаю, что сертификаты по данному вебинару я уже сформировал автоматически, и вы можете их приобрести, если у вас есть необходимость к этому. Что ж, осталось с вами попрощаться и пригласить вас на остальные вебинары Директ Академии, которые проходят каждый день буквально. Приходите на вебинары Директ Академии, будет интересно. До новых встреч. До свидания.